Здравствуйте, уважаемые телезрители! Как обычно, по вторникам на телеканале АТВ спортивная программа «Танец Орла», я Владимир Банчиков. Как обычно, мои юные коллеги и я приготовили для вас свежие новости из мира спорта. Поехали! На Байкале заштормило, не удивляйтесь. Прошла пятая экстремальная ледовая гонка «Ледовый шторм-2017». В соревнованиях приняли участие более сотни человек из Иркутской области, Новосибирска, Твери, Москвы и Голландии. Гонщики преодолели 205 километров на коньках, лыжах и велосипедах. Иркутянин Александр Улитин стал пятикратным победителем велосипедной гонки. Дистанцию он преодолел за 10 часов 34 минуты. У женщин первое место заняла Светлана Жданова с результатом 14 часов 34 минуты. Иван Тимофеев стал первым в гонке на коньках. Его результат 15 часов 26 минут. У женщин полную дистанцию прошла только Ксения Овечкина из Москвы за 20 часов 5 минут. Следующий старт гонщиков – фестиваль «Сарминский шквал» на Малом море. Отметим, организатором шторма стала Иркутская область. Однако, по информации некоторых СМИ, столь престижное мероприятие в Пагве могло пройти и в Бурятии. Но Министерство спорта не ответило на предложение организаторов гонки. Десятикратный чемпион с 22 по 27 февраля в Санкт-Петербурге прошел чемпионат России по ТХ-квандо. В соревнованиях приняли участие более тысячи спортсменов из 40 регионов России. В Бурятию представляли 39 хэквандистов и многие отличились медалями. Лучшими в своих категориях стали Антон Сердюков, Дарья Петрова, Ангелина Пищалкина, Юлия Цибикова и Александр Бодров. Особо отметим победу Евгения Цимика. Он стал чемпионом России в десятый раз. В прошлом году трехкратный чемпион мира решил попробовать себя в новой весовой категории. Но после неудачи вернулся в категорию до 57 килограммов и доказал, что здесь ему нет равных. Отметим чемпионы и победители первенства России в конце апреля поедут на чемпионат и первенство Европы в Ливерпуль. Разыграли золотую шайбу. На центральном стадионе прошел республиканский детский турнир по хоккею «Золотая шайба-2017». В турнире приняли участие спортсмены 99-го года рождения и младше. За звание победителей турнира сразились шесть команд – Селинга, Харамаритон, Мегафон, Восток, Анахой и Энергия. Команды сыграли между собой в круговую, а победитель определился по очкам. Команда Мегафон заработала 15 очков, не проиграв ни одной игры, и в итоге стала победителем турнира. Второе место за командный Харамаритон, третье место заняла команда Селинга. В честь Сага Алгана 24 апреля в центре настольного тенниса «Пионер» прошли соревнования между командами землячеств этнической Бурятии. Всего приняли участие 13 команд из Лануде, районов Бурятии, Магайтуцкого района, а также Усть-Ордынского округа. Кто победил, знает Аюна Очертарова. 12 столов и почти 70 участников в теннисистой Бурятии накануне «Белого месяца» решили посоревноваться между землячествами. Выяснить, где живут и воспитываются сильнейшие спортсмены решились 13 команд. Турнир проходит в рамках спартакиады землячеств и этической Бурятии. Состав команды это 5 человек, 3 мужчины, 2 женщины. В принципе у нас только одно ограничение. В каждой команде должен быть ветеран, кому за 60 лет. Остальные, в принципе, разницы нет. На сегодня участвуют здесь все сильнейшие, но они так или иначе все разбросаны по разным командам. И поэтому всех сил равны. Во многих командах играют совсем юные теннисисты. И им не всегда приходилось легко в противостоянии с опытными спортсменами. Слишком большие дяденьки эти, но я проигрываю. Я хотела посмотреть, как играть в теннис на столе. И я этим занималась. Расскажи, чем тебе понравился этот вид спорта? Почему тебе нравится играть? Здесь добавляют скорости. В таком турнире у нас в Бурятии я участвую впервые. Я в школьные годы играла, но таких турниров не проводилось. И потом я уехала, у меня здесь долгое время не было. Но турнир в принципе хороший, народу очень много приехало радует, чтобы теннисисты по району есть, достаточно хорошие ребятишки подрастают. Это самое главное. Мы уже свое отыграли, а у нас весь упор сейчас идет на маленькое подрастающее поколение. 1 сентября прошлого года в Улан-Удэ заработал зал настольного тенниса «Пионер». Сейчас здесь базируется спортивная школа номер 2. Постоянно тренируются около 80 детей, а также регулярно проводятся сборы и соревнования. Настольный теннис в республике развивается. И в федерации надеются, что через 2-3 года результат будет заметен. Идет упорная подготовка к первенствам республики, а также к первенствам Сибири. И надеемся, стараемся, работаем над тем, чтобы попасть на первенство России. На СФО мы выезжаем каждый год. Смотрятся наши команды в середине. Но, как я говорил, уже есть большие планы, чтобы становиться победителями, призерами. В результате упорной борьбы первое место заняла команда Селенгинского района. И это неудивительно, ведь в составе целых два мастера спорта – Ольга Титова и Дмитрий Цебегдаржиев. Вторыми стали представители советского района Улан-Удэ. Замкнули тройку призеров спортсмены Баргузинско-Курумканского землячества. По словам организаторов, впредь турнир станет традиционным. Старбогатайского района. Праздники отметили и волейболисты Бурятии. В минувшие выходные в физкультурно-спортивном комплексе прошел Кубок Федерации. Турнир посвятили празднику Белого месяца и прошедшему Дню Защитника Отечества. Турнир с изюминкой. Так говорят организаторы об этих соревнованиях. Нововведением этого кубка стало то, что к участию допустили не только профессионалов, но и пять команд любительской лиги. Это те, которые играют в волейбол в свободное время. Таким образом организаторы хотели привлечь как можно больше участников. В итоге за звание сильнейших среди мужчин боролись 12 команд. Несмотря на то, что профи в республике совсем немного, они не обрадовались новым соперникам. Да, как бы не особо. Как бы без них было лучше даже. Уровень, уровень. Чуть ниже. Все равно. Девушки не были так категоричны. В женском турнире приняли участие семь команд. В том числе любители Иволгинского района. За выход в финал Иволга играла с БГУ. Игра выдалась по-настоящему упорной. Никто не хотел уступать. И счет в партии то и дело приближался к 30. В задержной борьбе студентки госуниверситета все же вырвали победу. Команд на самом деле не очень много. Мы с ним все очень давно уже играем. Каждый раз. Потому что турниров в этом году очень много проводится. И видно, что уровень в республике растет. Нам с каждым разом все сложнее и сложнее. Вы довольно видели по последней даже партии с командой Иволги. Не так просто все дается уже. Мы бились за выход в финал, чтобы играть за первое и второе место. Маленькое не хватило удачи и везения. Мы в основном любительская команда, конечно же. Мы на таких соревнованиях готовимся к сельским играм. Для нас важнее больше, конечно, сельские игры, ежели эти и республиканские турниры. Но для нас они тоже важны, конечно же. Мы на них набираемся опыта. У нас сформировывается команда. Мы сыгрываемся. В финале мужского турнира ОМОН кречет в упорном 500-м поединке. Победил команду БГУ. Третье место занял пенсионный фонд. У женщин в финале встретились БГУ и команда «Юность», уже выпускницы этого же университета. Со счетом 3-2 победу одержала сборная БГУ. Третье место заняла и Волга, победившая в Сгуту. Между тем болельщики ощущают нехватку по-настоящему профессионального клуба и с грустью вспоминают Харамарин. Из-за тяжелой финансовой ситуации темные лошадки прекратили существование. А спортсменки разъехались и теперь играют за другие клубы. Но преданные фанаты надеются и верят в то, что в Бурятии появится команда, которая будет представлять республику. И прежнее руководство республики большому сожалению на это не обращало никакого внимания. На развитие игрового вида спорта. Министерство спорта почему-то довольно равнодушно, прохладное отношение к игровым видам спорта. И что в аликболу, что в футболу. И хочется выразить особую просьбу к нашим бизнесменам. Я хочу обратиться вновь к исполняющим обязанности главы республики Алексею Самуевичу, чтобы он обратил внимание на игровые виды спорта. В федерации также планируют вывести команды республики в Лигу Б. И тоже возлагают большие надежды на новое руководство. Почтение жителей любит волейбол. Ну а тем, что вот, говорю о массовости, оно если говорит о профессиональной точке зрения, то да, конечно здесь, ну, Хармарин для Валисеевича, вы знаете, сколько лет нас поддерживал, поддерживал. Но в этом году, с прошлого года, то есть мы уже были не в состоянии содержать эту команду и выступать. Не хватает на массовый вид спорта найти, например, игровые виды. Вот тот же футбол, тот же баскетбол. Ребята стараются, но я считаю, что ждем, надеемся, конечно, что с приходом нового, это время, исполняющий главы, с его стороны будет поддержка оказать именно массовый вид спорта. Алина Чертарова, Александр Лупсанов, АТВ Десантники разбивают кирпичи, а бравые бурятские баторы – хребтовые кости. В праздничные дни у Лан-Удэ состоялся фестиваль традиционных игр. Все желающие могли посоревноваться в бурятских шахматах, сыграть в костяшки, а также попробовать кости разбить. Как это было, смотрите в следующем материале. С одного удара – хэр-шалган или разбивание хребтовой кости. Традиционная бурятская игра, а скорее даже вид спорта. На фестивале игры он стал самым массовым и зрелищным. Очень приятно. Событая игра, вознобильная. Очень сильные, мудрые парни. Умелая национальная группа в церкви. А вы сами пробовали когда-нибудь играть? Это было, конечно, в молодости. Давно было. Пробовали. Очень интересно смотреть. У нас родственники участвуют. Пришли поддержать. Средством отцепить как бьют. У каждого свой стиль. В Акинском районе, это с Агалом, когда идет, тогда в гости идем. Там все разбивают кости хребтовые. И вот с малых лет я бью. У каждого кости свой там ключ, так можно сказать. Ну, главное, бояться не надо. И все. Сложного нету. Можно научиться. Любой человек. В этот раз опробовать свои силы решили 55 спортсменов. Почти все они традиционные участники подобных соревнований. Поэтому, как соперники, друг друга знают давно. Однако, как признаются сами, сказать, в каком районе самые умелые разбиватели, довольно сложно. Везде есть свои мастера. У меня это везде по району разбросаны. Это здесь получается удача. Хотелось бы, чтобы из других городов, из Монголии, из Тывы, там тоже есть игры же, чтобы... Есть такой вископ? Да, да, да. Тоже они участвовали. И хотелось бы, чтобы они тоже активнее участвовали. На этот раз в разбивании самым сильным оказался Жалсып Манзаров из Тункинского района. Второе место у Ботоца Демпилова. Третьим стал НХР Данеев. Намного меньше участников было в шахматах. А второй по популярности игрой стала Шагенаден. Но это никак не повлияло на страсти, которые кипели у столов. Здесь участники разделились на три группы по видам игры. Первый не голга. Это щелкание. Участники средним пальцем выбивают костяшки, которые лежат в одинаковом положении. Второй вид игры – Шур ЛГ. Это когда игрок подбрасывает кость или четки. И в этот момент отодвигает несколько костяшек, чтобы при следующем броске их схватить. Третий вид – Марио Рилдан, где игроки по определенным правилам передвигают костяшки. А выигрывает тот, кто первый завершит игру. Очень много народу, в основном степняки, играют. Они все разные игры. Очень много игр. 15-20, наверное, различных игр. Из них вот три мы играем сейчас, в данный момент. А так очень много. Какой вид ваш любимый у них всех? Ну вот я два раза подряд был чемпионом Марио Рилда. Сур-Харбана 15 и Алтараганэ 16. А какой самый сложный вид, на ваш взгляд? Ну они так-то все вроде сложные, но я по своему возрасту, я уже человек в годах, 67 лет. Вот этот вид, который я говорил, Шур-Элга называется. Вот надо взять. Скорее всего, закинуть, а потом деминировать. Потом еще раз поймать. Вот нужна реакция, быстрота. В щелкании победу одержал Немас Ирин Дандаров из Иволгинского района. Лучшим в Шур-Элге стал также житель Иволгинского района Тумен Дандаров. А в Марио Рилдан успех праздновал Илья Хлебников из Старбогатайского района. Аюна Чертарова, Александр Лупсанов, АТВ. Уважаемые телезрители, с удовольствием представляю гостя программы «Танец Орла». Это председатель Федерации традиционных игр народов Бурятий Алексей Георгиевнов. Здравствуйте. Ну, во-первых, с праздником нас всех, с наступившим Сагалганом, праздником Белого месяца. Как обычно, в эти дни, особенно первые дни, дни до наступления Нового года, ты со своей федерацией проводишь вот эти традиционные игры. Как они прошли в этом году, сколько было участников, расскажи, пожалуйста, подробнее. Материал, видео у нас есть. Хорошо. Здравствуйте, уважаемые зрители. Да, буквально до Сагала, за два дня мы провели фестиваль традиционных бурятских игр. Он стал нам со вторым мероприятием, вторым по счету. В прошлом году мы впервые провели в торговый рынок центр «Капитал Молл». Почему выбрали торговый центр, место проведения? На следующий год мы, скорее всего, будем рассматривать еще другие площадки. Но в этом году мы решили провести в торговом центре. Во-первых, зрителей как бы много. Ну и мероприятие, мы посмотрели, оно очень пользуется успехом среди участников и также среди СМИ, среди зрителей. Очень многие наши информационные партнеры, которые поддержали, благодаря вот этой поддержке было много звонков. Люди звонили, спрашивали, как будет проходить, что будет проходить. А вот мы хотим детей привезти. То есть резонанс очень хороший был на самом деле. Мы очень рады этому. В рамках фестиваля у нас проходили состязания по разбиванию хребтовой кости. Это бурятская наша традиционная игра «Хэр Шалон». Игра «Шагэн Адэн». Там было представлено три разновидности, три подвиды игры. И также видимо… Это такие своеобразные шахматы, да? Да, косточки, игра в косточки, да, игра в лодыжки. И третья игра, которая была представлена в виде мастер-классов, не в виде состязания, а бурятский шахматы «Шатар». Вот по «Шатару» мы уже второй год проводим просто мастер-классы. То есть наши инструкторы, наши знатоки, они просто показывают игру зрителям. Но мы поняли, что все-таки, скорее всего, мы на следующий год сделаем предложение нашим партнерам проводить полноценный турнир. Потому что в этом году было очень много предложений, желающих, да. Особенно ветеранов, которые хотят просто прийти как-то развлечься, поиграть, отвлечься. И мы все-таки будем полноценным. Ильюша, а что обязательно ждать «Сагалга» на следующий год? У нас много праздников «Сагалга». Ну, «Шатар», он, конечно, как бы он проходит в рамках Сурхарбана, в рамках разных турниров. Но вот именно в рамках фестиваля, сейчас именно имею в виду, мы хотим как турнир проводить полноценный. Потому что желающих много. — Какие еще игры, вот вы заявлены как федерация именно народных игр, да, Игр народа в Бурятии. Какие еще игры вы в своем фестивале представляете на суд и любителей, и зрителей, и болельщиков, ну и смешников, естественно? — Да, вот у нас буквально в 16-м году отменился фестиваль традиционных игр народа в Бурятии, который в 15-м успешно прошел. Но это в связи с тем, что не было денег, бюджет был сложный. Ну, это просто был такой момент, когда не получилось провести. Вот на этом фестивале были представлены игры народов, эвенков, русских, бурят, семейских татар, европейские игры были представлены. Фестиваль он очень хороший на самом деле, и вот это всемирный тренд, он, это всемирный тренд. То есть все страны, народы, они сейчас вот эту тему игр поднимают. Достаточно посмотреть фестиваль кочевых народов в Киргизии, который прошел, да, фестиваль кочевников. То есть широко резонансно они провели, крутились на всех каналах, было очень много зрителей. Они развивают этот проект Киргизы как событийный туризм на озере Сокульта. Ну, то есть миллионы туристов прямо вот нахлынули вот именно благодаря вот этому фестивалю. И это говорит о том, что игры, они сегодня пользуются большой популярностью. Вы задали вопрос, какие игры еще, да, вот конкретно. Конечно, нашим флагманом это были бурятские игры. Разбивание хрупового кости, шага на дно, да, вот мы сейчас взялись на то, чтобы в каждой бурятской, да не только бурятской, в каждой семье играли вот эту игру. Ну, там очень много вопросов. Это, во-первых, методическая, да, составляющая правила. Да, литература надо, конечно, изучать как-то. Собирать это знатоков, проводить состязания, искать финансирование. Вот саму атрибутику, да, вот игры, сами кости, тоже проблема на сегодня установится. По развиванию хрупового кости у нас уже сегодня такая нехватка. Вот, кстати, меня попросили специально отдельный вопрос задать. Как подбирается этой кости, как они там, вот, судя, как определяют. Вот это правильная кость, которую человек разбивает, или она, может, какая-то там, ну, очень тонкая или, наоборот, очень толстая. Как вот в данном случае вы подходите? В 2013 году мы провели первый турнир про развивание хрупового кости. И уже вот в 2018 году мы будем отмечать пятилетие. И вот тогда мы мозговым штурмом, мы долго, ну, дня два, наверное, точно, на сорокомитетном решали, как избежать всех спорных моментов. Это очень сложно. Как сделать так, как выявлять победителей? Мы буквально, говорю, два дня мозгового штурма было. Все представители команд, туркомитет, мы прямо, все ватманы у нас были в стенах, на стенах изрисованы, исписаны разными методами выявления победителей. Вот. Ну, в конце концов, пришли к следующему. В этой игре мы максимально сделали, принимает решение не только судейская коллегия, но очень много играет роль удача, фортуна, такие вот вещи. То есть мы на это сослались. И самое главное, суть в чем, кости привозят самими участниками. Распределение костей по толщине первого, второй, третий круг там у нас есть. Они, участники, капитаны, несут ответственность сами. Коллективно они распределяют кости. Это, мне кажется, абсолютно логично. Да, первая, первая кучка, это мини-тонкие, самая последняя, это самая толстая и мощная. Дальше идет правило выхода на, уже на помост непосредственно. Там выходит по пять человек. Пронумеровано первая, вторая, третья станции, четвертая, пятая. Выкидываются кости, допустим, из первого мешка. Человек тянет жребий. Какая кость им попалась, то и будь добр, бей. Вот все. Здесь... Ну, все, в принципе, честно. Мы все скинули на удачу, на фортуну. Да, ну, так и должно. Минимальное участие судьи, оно минимальное на самом деле. То есть, вот, как бы так. А кости, еще раз говорю, они уже сами визуально оценивают. Алексей, спасибо большое за участие в программе. Спасибо за то, что вы возрождаете, и не просто возрождаете, но и развиваете вот эти традиционные наши игры, я бы даже сказал, виды спорта. За это вам большое спасибо и удачи. Спасибо. 17 февраля в бальном зале БГУ с помпой вручили премию «Золотой Олимп». Среди лауреатов и наш корреспондент Аюра Чертарова. Однако за несколько часов до церемонии через редактора Аюне сообщили, что награждать ее не будут. Позже позвонили снова и сообщили об ошибке. Однако корреспондент отправиться на награждение уже не смог. Награду за Аюну получил некий молодой человек, по словам ведущего, наш коллега. Однако заверяем, что на АТВ он не работает. Грамоту обещали привезти в редакцию, однако вестей нет до сих пор. Может кто-то из спортивных чиновников все-таки расскажет нам о судьбе награды? Мы пока ждем. На сегодня это все. Следом рубрика «Здоровый образ жизни». Я же прощаюсь с вами. Увидимся 7 марта. Дорогие телезрители, сегодня я предлагаю вам круговую тренировку на основные группы мышц. Сегодня мы выполним 5 упражнений. Одно за другим, без отдыха. И в конце круга отдыхаем. Выполняем 4 круга. Приступим. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok